Больного Мейн-Куна, но никто не ожидал, что сделает кот со старушкой. История произошла в Алтайском крае. Бабушки отдали черного Мейн-Куна по кличке Маркиз, который был стар и имел нездоровый вид. Старушка с радостью его приняла в свой дом и начала заботиться. После жизни в городской квартире Мейн-Кун первый раз в жизни мог свободно гулять во дворе без поводка и надзора. Маркиз стал много двигаться и есть траву. А вечерами бабушка кормила его молоком и гладила по шорстке. Спустя время старый больной кот, которого списали предыдущие хозяева, изменился и помолодел. Казалось, что у него только начинается жизнь, которая наполнилась смыслом. Но произошло неприятное событие. Старушка простыла, у нее началось воспаление легких. Несмотря на уговоры родных, она прошла лишь анализы, но отказалась ложиться в больницу. Маркиз не отходил от больной хозяйки. Бабушка заметила, что он каждый раз ложится ей на грудь и греет определенное место. Кот был тяжелый, но она доверилась ему и не стала отгонять. Через неделю хозяйке стало лучше, но дети настояли и увезли маму к врачу. Доктор сделал повторно рентген и был удивлен. За такой короткий промежуток времени от болезни не осталось и следа. Как потом выяснилось, воспаление было именно в том месте, где согревал Маркиз. Родственники не поверили, что старый Мэйн-кун способен вылечить болезни. Но бабушка была уверена, что ее любимый кот помог ей и была ему благодарна. Позже историей поделилась внучка на форуме про животных, которая тоже любила Маркиз.